Ждали ли этого молодого специалиста? Масса причин вызвана тем, что мы туда приезжаем, в общем-то, еще в таком возрасте, когда без дома, без семьи, и возвращаемся оттуда через три года, практически потеряны все дружеские, уже фактически связи, потому что школа отнимает столько времени. Ну и потом, понимаете, не так важны же личные условия, как вот именно, так сказать, будущее, личная жизнь. А что думают те, кто впервые переступил порог аудитории? Саратовский пединститут. После окончания института я хочу вернуться работать в свою школу, в село Визовку. Эту школу я окончила, и мне нравится природа села, нравятся люди, простые, своеобразные люди, и я хочу вернуться и работать там. Есть, конечно, в селе много трудностей, ну и я хочу попробовать справиться с ними как-то сама. Ну, конечно, это во многом зависит, тем более от молодого учителя, потому что это молодой учитель, это интеллигенция на селе, вообще молодые учителя. И вот именно им предстоит, и они должны как-то вот организовывать жизнь в села. В городе Балаковье училась. После окончания средней школы я работала пионерской вожатой в сельской школе. И после окончания педагогического института мне бы, конечно, хотелось вернуться в эту школу к этим учителям. Почему именно в сельскую школу? Потому что я увидела и почувствовала, что не хватает на селе учителей, и мне кажется, что именно там я смогла бы принести больше пользы, чем в городе. Будем надеяться, что в их судьбе все так и сложится. Отдавать людям они будут больше, чем требовать для себя.